А всем привет, дорогие друзья! С вами Доминат Спейс, и сегодня мы делаем вторую часть обзора на Лего Касл. Оу, да. В общем-то, мы продолжаем, как я уже сказал. Вот, в принципе, Гэндальф на лошадке. Я его уже вам показывал в первой части. Если кто не видел, посмотрите первую часть, чтобы увидеть Гэндальфа и злодеев, у которых вот здесь стоят. Некроманты и всякие такие чувачки. А сейчас мы начинаем обзор моего замка кастомного. Ну и теперь, что у нас тут есть? Врата открываются-закрываются. Тут у нас уже рыцари наготове проверять, кто это такие пришли к ним. Декорации, факела, череп. Далее лианы. Одна зеленая, другая такая белая. Белая лиана, но она сидится в темноте. Далее у нас тут такая вот катапульта. Мой дизайн тоже. Здесь у нас тоже выстреливает на всякий пожарный. И такие декорации в виде щитов. Давайте посмотрим, кто у нас тут охраняет замок. Здесь у нас есть такой вот рыцарь. Показывать в нем нечего. И мой кастомный лего лас из лего властелин колец. Думаю, вы все знаете, что это такое. И фильм смотрели властелин колец. В общем-то, такой у меня эльф лего лас. Да. В общем-то, не судите строго. Делал его я из своих собственных деталей. Ну, думаю, получился он достаточно неплохо. Так же флаг. И давайте перейдем на другую сторону. Где тут у нас? Здесь у нас, как видите, катапульта и цепь. Далее еще один кубок. И рыцарь. В принципе. И еще один, как бы, гвардеец. Не знаю. Генерал, капитан, лейтенант. Короче, вот такой вот у меня еще один рыцарь. Он более высокого ранга. Это видно по плащу, золотому нагруднику, мечу. Такому более, не знаю, изящному. Изящному, что ли. Забрало открывается у него. И здесь мы видим такое лицо с усами. Может, он тонкий ход вообще, я не знаю. И, в принципе, там у нас на туловище ничего особенного. Можете мне довериться. Там просто нарисован знак льва и все. В принципе, самое главное в нем это плащ, нагрудник, длинный меч. И забрало. Ну, для меня. В общем-то, открываются врата. И здесь у нас наши рыцари. Можете сразу посмотреть. Здесь тут у нас такой вот. И они все со щитами. И с мечами. То есть они все меченосцы. Меченосцы. А тут у нас как бы лианы. Пауки бегают. И еще одна черепушка. Вот еще. Далее. 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 Ой, далее что-то у нас сломалось. Класс. Теперь мы посмотрим, что же внутри нашего замка. А внутри у нас гимли из Василина Клец в дом. Ну, если кто знает. Далее тут есть лошадь в броне экипированная. Далее тут арбалеты. Маленькая катапульта. Еще один с луком пацан сидит. Лестница, которая поднимается к королю. Я потом это отдельно покажу. Король гномов. Такой вот. С топором. Тайный вход. Я это тоже отдельно покажу потом. Еще один рыцарь. И мы видим там оружейное. Золотой. Как бы золото. Вот это я тоже отдельно покажу. Это плазменный шар. Ну, не плазменный, а шар магии. Далее тут у нас еще один рыцарь. С арбалетом и мелким топором. Здесь у нас... Давайте сфокусируем. Ой, блин, блин, не фокусируется-то как. О, все. Вот тут у нас открывается врата. И мы видим здесь привидение, которое я вам сейчас покажу. В общем-то, что особенного в привидении? То, что привидения, как вы знаете, делают... Не знаю, могу даже вам пример, наверное, привезти. Хотя это будет трудно. У меня сейчас бежит в другую комнату за поездом привидений. Ну, в общем-то. Обычно привидения Лего делают... Вот под низом не скелет, как у меня. Вот, как видите. Снимаем и скелет. Е-мое. Снимайся же. Снимаем. И у меня тут скелет. Там делают просто белое тело и черная голова. И получается такое привидение. Но у меня я как-то придумал, что... Может быть, в других Лего-наборах, которые выпускались давным-давно, там, 1994 год, например. Может быть, так и делали. Вот на скелеты одевали такое привидение. Может быть, тогда и делали. Но я не знаю точно. То есть вы можете написать мне в комментариях, делали ли так или нет. Просто сейчас в серии Лего Монстр Файтерс так не делают. Там не скелеты, а просто белые такие. Туловище и черная голова. И все. И как-то неинтересно получается. Но я так сделал. То есть напишите в комментариях, было ли так когда-то. Еще один рыцарь. Так уже с короной. То есть он гвардеец, именно защищает короля. В общем-то так вот. Теперь давайте посмотрим на самого короля, который у нас тут сидит, поседает на троне. А не помогает своим подданным. В принципе, королю это и не надо делать. Ну, ладно. Сейчас я вам покажу короля. Вот мой король. Ай-я-май-я, что ж все валится из рук-то. В общем-то. Вы смотрите на него издалека. Потому что издалека, мне кажется, его лучше видно. И к тому же у меня фокус не работает почему-то. О, боже. Господи, боже. В общем-то, я ему дал такое лицо. Из Star Wars Оби-Вана Кеноби. Далее меч. Немного уже потерся, так как... Как я уже сказал, мне это покупали в 9 лет. Его. Но лицо я потерял где-то. Все остальное сохранилось. И, в общем-то, такое вот... Я его восстановил. Далее у нас тут глобус. Не знаю, в Средневековье знали ли средневековые люди, что Земля круглая. По-моему, нет. Наоборот, что она стоит на трех черепахах, что ли. И там дракон или там... Не знаю. Ну, в общем-то, у меня такой, типа, умный король. Не знаю. Может, это идиотизм, но не знаю. В общем-то, трон его. И здесь сундук. В нем куча... Типа там... Алмазов, как видите. Бриллиантов и всякой такой... Ерундовины. В общем-то, мы ставим трон. И короля можем сюда посадить. Король, как вы знаете, очень давно выходил. И поэтому у меня от него, как я уже сказала, не сохранилось лицо. В общем-то, по-моему, это не сильно и важно. Далее здесь у нас щиты с драконами и флаг. Сидит его охранник личный. Теперь я вам покажу бок. Ну, как бок. Вот здесь вот, что у нас. Здесь у нас тайный проход. Но нужно иметь ключ, чтобы пройти. Ключ... А, вон тут вот. Вот видите, ключик. И вот, в общем-то, чтобы выйти, например, если замок под осадой. Мы быстренько выходим. Вот так вот. Тут дальше декорации. Еще один чувак сидит. И вот это то, что я вам хотел показать. Вот это... Вот. Посох... Посох льда и кристаллов. И шар магический. Сейчас даже покажу. Как вы видите, здесь топоры такие. Их можно доставать, когда оружие выбили из рук или что-то еще. Ну, в общем-то. Но они тут у меня на блокираторах маленьких таких. Можно соединить и забирать топоры. Потому что так бы они все время катались по полу. Потому что они оттуда вылазят, если нет вот этих блокираторов. В общем-то, так вот. И вот тут еще один рыцарь в броне. И, в общем-то, это все по моей коллекции средневековья рыцарей. Ну, у меня в ящиках, может, еще валяются разрозненные фигурки по этим сериям. Но так, то, что я восстановил, вот это вот. Вот так вот, да. Замок кастомный. И вот это все кастомное. В общем-то, надеюсь, вам понравились мои эти две части по обзорам. И, в общем-то, да. С вами был Dominant Space. Всем удачи, всем пока. И встретимся в следующих лего-обзорах. Или, может быть, летсплеем по Майнкрафту. Ну, я не знаю, снимать летсплеи по Майнкрафту или нет. Решать вам. Так что, всем удачи, всем пока.